Всем респект, братва! С вами Мародёр 120 Гигабайт, и сегодня я поделюсь с вами впечатлениями о закрытом бета-тесте The Crew Motorfest, который прошёл с 21 по 23 июня. Расскажу, что в игре изменилось к лучшему по сравнению со второй части, что к худшему, причём тут Forza Horizon и постапокалипсис на Гавайях. Так как у меня мало времени, монтажа будет немного, сорян, заранее, завтра я просто уезжаю на концерт на несколько дней, и надо видео склепать до отъезда, хотя без истории, конечно, не обойдётся. Так что быстро, если понравился видос, пожалуйста, поставь лайк и подписывайся на канал, подписывайся, взлетай в телегу и на твич, чтобы быть в курсе всех новостей, общаться в онлайне, ссылочка в описании, а мы начинаем, погнали! Вообще, серию The Crew ругали всегда и было за что. Во-первых, это, конечно, физика поведения машин, которая не выдерживала конкуренции ни у серии NFS, ни у тем более серии Forza Horizon. Во-вторых, первую часть ещё и за техническую составляющую ругали. Многим также были непонятны эти элементы MMORPG в подобной игре. Мои же отношения с этой серией начались со второй части, и основная причина, по которой я решил поиграть в неё, это масштабы. Целая огромная Америка, огромная карта, знаменитые города и места, которые можно посетить, и куча активностей. Если в первой части Америка была большая, но довольно бестолковая, то во второй её сделали уже максимально насыщенной и удобной для игроков. Про первую часть мы в этом видео особо вспоминать не будем, всё-таки она вышла давно и издавала немножко другой вектор. А вот со второй сравнивать новую часть серии вполне резонно, чем мы и займёмся. Итак, вторая The Crew вышла аж в 2018 году, и предлагала нам огромную карту, три вида транспорта, машины, конечно же, ну а также лодки и самолёты. Причём сами машины делились на подвиды, хотя это уже довольно стандартный набор уличной гонки, автокросс, драг, дрифт, гоночные заезды и так далее. Позже во вторую Crew добавили трюковые гонки и всяческие тематические заезды, которые были обыграны в особом стиле. Игру поддерживали хорошо и очень долго, поэтому, несмотря на все свои недостатки, она собрала вокруг себя большое комьюнити, которое продолжало в неё играть и ждало третью часть. И вот не так давно Юбисофт, наконец, нам представляет новую часть серии. The Crew Horizon. Пу, блин, The Crew Motorfest. И уже с первого трейлера я почувствовал привкус разочарования. Нам объявили, что новая часть будет проходить на Гавайях. То есть Юбисофт, вместо того, чтобы продолжить традицию и снова дать нам огромную масштабную карту Америки, которая в моих мечтах была более детализирована и красива, они решают сэкономить и переселить нас на Гавайский остров. Таким образом, потеряв одно из самых главных достоинств игры, а именно масштаб. Тут стоит напомнить, что в данный момент Юбик находится в довольно тяжёлом финансовом положении. Впервые компания, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, их теряет. Если быть точным, то их убыток составляет около полумиллиарда долларов. И как по мне, именно отсюда все эти двухмирные принцы Персии, ассасины без открытого мира, типа для возвращения к корням. И вот ещё и это, The Crew с урезанной маленькой картой. Это было ожидаемо, но для меня лично это трагедия. После просмотра трейлера не покидало ощущение, что игра будет просто каким-то огрызком. Это такая форза на минималках. В общем, мои ожидания относительно новой части сильно упали. И вот я получаю доступ к закрытому бета-тесту, который на самом деле был не такой уж и закрытый. Доступ к нему мог получить любой, плюс юбики сами сказали, что никакого эмбарго нет, можете стримить, делать видосы и так далее. Это меня на самом деле удивило, потому как если бы это был откровенно дерьмовый продукт, Юбисофт бы не пошли на такую открытость. Я скачал бетку и перед тем, как стримить, решил сам немного в неё поиграть. Старт у игры сразу показывает то, что у Юбисофт до сих пор какие-то жёсткие комплексы по поводу Форз Харази. Начало максимально напоминает мне начало последних игр серии Форза. Вот смотрите, у нас разные тачки, вот скриптовые заезды, где неважно кем вы там приедете, вот мы рассказываем, где вы оказались, что у нас тут, фес какой-то происходит. Сама атмосфера острова тоже максимально отсылает к Форзе. Всё такое цветастое, красивое, позитивное, радужное, толерантное. Короче, юбики прям не могут заснуть и видят, как они делают убийцу Форзы. И меня такое на самом деле напрягает. Кажется, что они сейчас начнут слизывать всё подряд, ничего интересного и самобытного эта игра нам не даст. Забегая вперёд, скажу, частично это так, а частично нет. У Юбисофт получился такой монстр Франкенштейна, слепленный из Форзы, предыдущих игр The Crew и даже чутка NFS. Плохо ли у них получилось? Внезапно? Нет. Но давайте обо всём по порядку. Первое, что хотелось бы отметить, графика. Я сразу скажу, что доступ мне дали на PlayStation 5. Играл я в режиме производительности, что резало разрешение. Но даже если не брать это в расчёт, то тупо по детализации и дальности прорисовки графон до Форзы, ну, конечно же, не дотягивает. Однако он значительно похорошел со времён второй Crew. И пусть это и не сложно, учитывая, что как бы, ну, прошло 5 лет, тем не менее, он оставляет скорее положительное впечатление. Отличное освещение делает свою работу. Тачки выглядят, ну, совсем чуть хуже, чем в Форзе. Водичка приятная, солнышко светит, всё вокруг разлетается. В целом, красиво. Да, дома в городах в большинстве своём всё ещё коробки, но если к ним не особо присматриваться и прилетать на скорости, ну, свою работу они делают удовлетворительно. Единственное, что меня очень сильно расстроило, наверное, это можно отнести, там, к графике и визуальному оформлению в целом, это отсутствие людей на улице. Ну, ладно, в Форзе никого не было, окей. Но серию Crew всегда отличал более живой мир, где в различных городах можно увидеть людей там на улицах. Да, никакой особой функции люди на улицах не несут, да, машина не отскакивает, сбивать их нельзя. Но, однако, они всё же делали мир более живым. А теперь у нас очередные гонки в пустых городах времён постапокалипсиса. Ну, или на Гавайях всё ещё действуют жёсткие ковидные ограничения. В общем, этот момент расстроил сильно, и я надеюсь, что людей просто не добавили в закрытую бетку. Хотя, на самом деле, в глубине души я понимаю, что надежда эта наивна, и, наверное, их не будет в игре. А, ну ещё, конечно же, у нас до сих пор в зеркалах нету отражений. Зачем они делают довольно удобный вид от первого лица, но всё ещё не могут, сука, добавить отражения в зеркалах, чтобы сделать его играбельным. Не имею ни малейшего понятия. Второе, и очень важное, физика. И вот тут нас всех с вами ждал приятный сюрприз. Физика машин во всех играх Ubisoft была крайне слабой. Да, в Crew она была лучше, чем в Watch Dogs каком-нибудь, однако всё ещё была очень далека от своих ближайших конкурентов. Во второй Crew мы даже пережили несколько улучшений физики, однако она всё ещё оставалась юбисофтовской утюговщиной. И тут внезапно мы получаем вполне себе хорошую, пусть и аркадную физику. Машины реально чувствуются машинами, а не утюгами. Появились заносы, можно даже с трассой слететь, чего ранее я вообще не помню в серии за Crew. По ощущениям физика что-то среднее между физикой NFS и физикой Форсы. В этот раз у Ubisoft реально получилось сделать что-то непозорное. Причём физику улучшили не только у машин, но лодки ощущаются по-другому, управлять ими тяжелее и интереснее, на них влияют волны. С самолётами та же история, чувствуются какие-то потоки воздуха, всё ещё очень аркадно, но по сравнению со второй частью стало сложнее и интереснее, в общем прогресс прям чувствуется. А вот модель повреждений, к сожалению, перекочевала прямиком из второй части. Тут всё так же, ни эффектных столкновений, ни раздолбанных машин нам, увы, не видать. Но все и так знают почему. Обычно производители авто не любят давать лицензии на свои тачки, если их в игре разбивают. Так что имеем, что имеем, такое у нас в большинстве гоночных игр, к сожалению. Ну и перейдём к следующей особенности, а именно системе плейлистов. Первая часть игры больше была ориентирована на сюжет в огромном открытом мире, и этим немного утомляло. Во второй же нам дали свободу перемещений и огромную насыщенную карту. А тут же у нас идёт акцент на небольшие тематические заезды, которые называются плейлистами. Обычно это серия гонок и заданий, связанных какой-то общей темой. В бетке были плейлисты, посвящённые Гавайям, Японии, 911-м Порше, ретроавтомобилям и электрокарам. Всего пять плейлистов. В открытом мире других заданий я не нашёл. То есть как-то тупо гоночных заездов, да, как в той же Форзе или Закрю, вот так вот на дороге размещенных, тут нет. Возможно, потому что это бетка. Возможно, потому что юбики решили сосредоточиться на системе плейлистов и подавать игру именно так. В открытом мире же есть всякие стандартные древзоны, отрезки на скорость, радары и тому подобное. Не особо интересное, которое можно выполнить просто по пути за небольшое вознаграждение. Впечатления от плейлистов на самом деле у меня максимально положительные. Нечто похожее у нас было в Крю 2, они там добавляли всякие тематические заезды, но тут немного другой уровень. Что-то вроде истории в Форзе, но помасштабнее и побольше. У каждого плейлиста своя музыка. Часто даже освещение и оформление трасс у каждого плейлиста особенное. В общем, это довольно прикольно. Однако меня смущает то, что если плейлистов будет мало, то всё это может быстро надоесть. В бетке было пять плейлистов, в которые я пошёл, ну, где-то тоже там часов за пять. Грубо говоря, по часу на плейлист. А на выходе нам обещают 15 плейлистов. После прохождения плейлиста нам также предлагают проходить его снова, уже выполняя различные челленджи за всякие награды. Но это не сильно интересно, как по мне. И таким образом может получиться, что игра быстро надоест, остаётся надеяться, что всё же контента в полной версии будет больше, и помимо плейлистов дадут какие-то ещё активности. Кроме всего этого, в бетке была доступна парочка PvP-режимов, однако мне удалось поиграть лишь в один. Это был обычный долгий заезд с тремя различными видами машин, которые меняются в процессе гонки, где я гордо занял 7 место. Также была доступна некая вариация Derby Battle Royale, но я не смог дождаться, когда в него наберётся достаточно количество игроков. Поэтому тут я много вам не расскажу. Из второй части у нас остались и драк, и дрифт, которые были частью плейлиста. Они особо со времён второй части не поменялись, разве что дрифт из-за изменений физики стал как бы немножко посложнее и поинтереснее, опять же. Драк же, ну, вообще без изменений. Были и по одному заезду на лодке и самолёте, которые, опять же, изменились чутка восприятий только из-за физона. А по своей сути остались такими же абсолютно. Могу только выделить момент, который меня порадовал. Во время одного из заездов на болиде сверху был показан износ шин, и надо было заезжать в бидстоп, чтобы их поменять. Понятно, что это всё очень примитивно и аркадно по сравнению с какими-нибудь симуляторами, но такая маленькая деталь чуть более в реализм мне пришлась по вкусу. Хочу ещё кое-что выделить, а именно атмосферу. Игра очень сильно старается создавать разную атмосферу в разные моменты. Пора тематические плейлисты, я уже говорил, там всё понятно, но даже в открытом мире днём, например, прям ощущается дух Алоха Гавайи такой, а ночью, наоборот, я ставил такой вайп от NFS Underground какой-то. В общем, благодаря освещению, а также часто специально направленному художественному оформлению, игра Реал вывозит атмосферу на неплохой уровень. И вот, как вы видите, у игры множество положительных моментов. Но не стоит забывать и про отрицательные. Я уже упомянул то, что масштаб в игре просрали. Графончик местами слабоват, отсутствие людей делает мир мёртвым. Но это, к сожалению, не всё. Главные опасения связаны с контентом. В сериях игр за Крю всегда было контента просто кто хрена. Особенно если вы сейчас зайдёте во вторую часть, то можете конкретно так потеряться от обилия возможностей, чем-то можно заняться. Тут же, кроме плейлистов, я особо ничего интересного не нашёл. Заезд на лодке был всего один, на самолёте тоже один, ну и там парочка в открытом мире что-то мне попадалась, какие-то челленджи. Это немножко пугает, если честно. Лодки и самолёты вообще как рудимент какой-то в этой бетке. Типа показали, вот они у нас есть, смотрите, они есть, но конкретно что-то на них поделать вообще не дали. После прохождения всех пяти плейлистов я не нашёл, чем мне заняться в игре. Просто кататься по гавайям, выполняя маленькие челленджи, но это херня какая-то. Да, я знаю, что это бетка. В бетке ограниченный контент. Это всё понятно. Поэтому я надеюсь, что в игре не будут только плейлисты, однако вспоминаем, что у юбиков сейчас всё не очень хорошо с баблом. И они реально могли где-то постараться сделать хорошо, а где-то могли ужаться и сделать нам гавайи, где нечем заняться. Этот момент меня немножечко напрягает. Ну и физика, да, она хорошая, но местами она всё-таки проседала. В каких-то моментах я вдруг начинал чувствовать и ловить себя на мысли, что играю в Крю 2. Это буквально пару видов каких-то машин, которые почему-то присасывались к асфальту и как-то совсем неинтересно рулились. Может быть, этот момент так же доработает всё-таки, опять же, это бета. Ну а также могу заметить, тут, в принципе, ничего нового. Разговоры в игре максимально кринжовые и не особо интересные. Хотя в этом плане и Форс Хорайзен ни хрена не лучше. Прокачка нашего персонажа похожа на то, что было во второй части. За каждый уровень нам дают легендарные очки, которые надо вкладывать в развитие нашего перса и различные бонусы. Однако при этом получение уровней значительно замедлилось. За всю бетку у меня получилось поднять то второй, то или третий уровень за несколько часов. Посмотрим, что будет на релизе. Надеюсь, это было сделано не для гринда. Ну и никуда не делись, конечно, привычные части машин. А так, всякие активности типа Саммита, тут всё вообще без изменений, что тоже немножко грустно. Итак, давайте же подведём итоги. Если кратко, Крю пытается быть Форзой, получается у неё не очень, она всё ещё остаётся Крю. Но! В отличие от пятой Форзы, новая Крю ощущается реально новой Крю. Да, есть грустные моменты, вроде потерянного масштаба, но есть с ними с нами значительный прогресс, улучшенная графика, улучшенная физика. Чувствуется, что юбики не хотели самоповторения, по крайней мере, прям вот полного. Как альтернатива Форзе, если она вас заколебала, новая часть из Крю вполне может проканать. Особенно надеяться на хорошую, на полность игры в плане контента, и что нам не придётся годами ждать обнов, которые расширят игру. Всё же юбики всегда славились тем, что очень много контента добавляют в свои игры. Ну и не хотелось бы, чтобы и финансовые трудности этому помешали. Ведь маленькое количество контента для подобной игры, которая вроде бы получилась неплохой, может быть фатальным. Люди поиграют и бросят игру. Надеюсь, Ubisoft это понимает. Так, всё, что хотел сказать, сказал. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, что думаете по поводу новой части из Крю, если она вообще интересна. Что получится у юбиков, жалкая пародия или всё-таки достойный конкурент Форзе Хорайзен? Ну и как всегда, подписка на канал, на телегу, на твич, ссылочки в описании. Спасибо, что досмотрели до конца. На сегодня это всё. С вами был Мародёр 120 Гигабайт. Жёстких всем респектов. Йоу.